Добрый день. Поступил вопрос относительно того, можно ли курить во время приема антидепрессантов. Указывается даже конкретный препарат эсцеталопрам. Автор письма ссылается на то, что где-то слышал, что никотин как-то взаимодействует с антидепрессантами, снижая их концентрацию в крови. Но я бы сказал, что никакого серьезного влияния на антидепрессивный эффект курение само по себе не оказывает. Если мы не говорим об употреблении никотина в каких-то чудовищных объемах, если человек курит по 20 пачек в день на границе летальной дозы, никотин получает, то, конечно, да, это будет влиять на его состояние физическое и психическое. Если речь идет о курении в объеме одной пачки сигарет в день, то я думаю, что никакого значимого влияния на антидепрессивную терапию это не окажет. Понятно, что никотин, да, естественно, он может влиять и на концентрацию каждого конкретного препарата в крови и на достижение этим препаратом в конечной мишени. Но влияние и влияние на концентрацию препарата, влияние на достижение препарата в конечной цели и влияние на клиническую картину это не совсем одно и то же. Если мы говорим конкретно про антидепрессанты, то достаточно давно уже было проведено большое мульсцентровое исследование, которое показало, что в принципе корреляции между уровнем препарата антидепрессантов в крови и терапевтическим эффектом весьма относительно. То есть у одних людей концентрация антидепрессантов в крови была вдвое-втрое выше, чем у других, и результативность терапии была такая же, либо ниже. Поэтому если даже никотин каким-то образом повлияет на концентрацию антидепрессанта, увеличит или уменьшит ее на 10-15%, это не противотревожный препарат, который имеет прямой антидепрессанты, это не антитревожные препараты, не бензиазепина те же, допустим, которые имеют прямой дозависимые действия. И даже если концентрация антидепрессанта в крови изменится на 10-15%, что, на мой взгляд, крайне маловероятно, опять-таки, если говорить о ограниченном употреблении никотина в пределах одной пачки сигарет в день, то я думаю, что на результат терапии, на клиническую картину это не окажет практически никакого влияния. Другое дело, что никотиновая зависимость сама по себе не слишком благотворно воздействует на органы и системы всего организма, причем абсолютно на весь организм. Это и сердечно-сосудистая система, и дыхательная система, и, собственно, на психику тоже это влияет за счет формирования навязчивого влечения. Поэтому, конечно, проблему никотиновой зависимости тоже лучше решать. Как это делать одновременно с приемом антидепрессантов, потому что при лечении тяжелой никотиновой зависимости как раз тот самый эстетлопран в принципе тоже может быть использован. Либо поэтапно идти сначала ослабить симптоматику депрессии, а потом уже решать проблему никотиновой зависимости – это другой вопрос. Насколько человек настроен на отказ от курения, насколько для него это актуально. Но, тем не менее, оба варианта – и лечить одновременно никотиновую зависимость и депрессию, либо лечить по очереди сначала депрессию, потом никотиновую зависимость – оба варианта вполне возможны. Ну, либо если человек категорически не хочет расставаться с сигаретой, в конце концов, ну, пусть курит, в конце концов, его здоровье, его жизнь, его решение. Вот, поэтому я бы не переживал по поводу курения и лечения антидепрессантами, хотя, конечно, в общем и целом от курения лучше отказываться вне зависимости от того, предстоит терапия антидепрессантами или нет. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok